Завершилось голосование и в Абазинском районе. Насколько было активно население, что ждут от властей, какие партии участвуют в выборах, а также какие проценты составил показатель явки избиратель в районе, об этом расскажет Альбина Ламкова. Голосование в ауле Эльбурган провели в обновленной школе после масштабного ремонта. Я хочу поблагодарить и руководство республики, руководство Российской Федерации, района. Почему? Потому что в этом году у нас произведен капитальный ремонт нашей школы. Все поменяли, все обновилось. В выборах депутатов Совета Абазинского района 4-го созыва участвовало три партии – «Единая Россия», «КПРФ» и «Справедливая Россия. Патриоты за правду». Избирателей в ауле Эльбурган – 1300 человек. Интерес к местным выборам есть. Каждый из голосующих надеется, что жизнь станет еще лучше, а проблемы, повседневные вопросы станут легко решаемы. Мы выбираем партии районный совет и в Альбурганское сельское поселение там проходят до выборов. И с утра у нас избиратели приходят очень активно, активно принимают участие в выборах. Заслуженный тренер Карчаева-Черкесии Псабыда Хамуков пришел проявить свою гражданскую позицию. Работа депутата очень сложная, но вместе с районом я вижу перемены в моей работе, ощущаю помощь. В таком же ритме и настроении шло голосование в соседнем ауле Нжичкун. Приходят с утра, голосуют, оставили все свои дела и проявляют свою гражданскую позицию. Народ доволен своими депутатами, теми, кого они выбрали. Они хорошо выполняют свою работу. От новых тоже ждем еще больше изменений, еще больше всего лучшего. По результатам выборов депутатов Совета Абадинского района 4-го созыва депутатские мандаты распределились следующим образом. 11 мандатов Единой России, 2 КПРФ и 3 «Справедливая Россия. Патриоты за правду». В итоге показатель явки избирателей за два дня стал достаточно высок – более 72%. Альбина Ламкова, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия, Абадинский район.